Всем привет! Вы на канале Алексей Плей. С вами я, Алексей. А также мобильная игра Survival Asland 2. Или же, что в переводе значит, Островыживание 2, в стиле арка. И сегодня я, как и говорил в последней серии, буду переезжать на новое место. А для этого мне нужно, для начала, вернее не мне, а нашему вот этому вот товарищу, выжившему нашему гиду по этой игре, расширить инвентарь у него, чтобы можно было забрать всё вот это вот своё добро, которое вы там видите вон далеке. Именно поэтому я во второй серии вам показывал, как можно заработать игровые монеты, игровые монеты, для того, чтобы его увеличить. Про рекламу я тоже про это говорил, поэтому не обращайте на неё, пожалуйста, внимания. И не беситесь. Самое главное. Так, всё. Рекламу мы устранили, можно сказать. А инвентарь у нашего выжившего полный. Но также его можно увеличить дальше. И поэтому мы его увеличиваем. Вы видели, там было пять слотов. А теперь мы его увеличиваем ещё до одного слота шестого. Вот. В каждом слоте здесь сколько? По 15 ячеек. Думаю, этого более чем достаточно. Ну что ж. Будем собирать всё своё добро теперь отсюда. Так вот, берём. Раз. Что-то он не хочет забирать это всё. Немножко привисает игрушка. Сначала надо освободить сундук. Потом можно удалить сам сундук. Потому что он будет пустым. Следующий. Как удалить, помните? Под инвентарём, под мешочком, да? Который является инвентарём. Вот кнопочка с мешочком справа в углу. В верхнем. Есть кнопочка. С молотком и ножовкой. Её нажимаете. Переходите в режим от первого лица. Так называемый режим строительства. И дальше нажимаем на корзиночку, на красненькую. А потом уже на объект. На тот, который хотел удалить. Нажали. Он стал синим цветом. И нажимаем на него ещё раз. И он удаляется, этот объект. Всё. Он в инвентаре. Вот. Всё содержимое этих сундуков. А также два этих сундука находятся в инвентаре. Что смогу, я сейчас заберу отсюда. Самое главное. А ещё не помню, говорил я или нет. Но в этой игре, в этой игре Островыживание 2, да? Нету чего? Нету. Так, яйца надо забрать. Самое главное, то что ты собирал. Нету кооператива, так называемого. Ну, то есть, эта игра не онлайн. В неё можно играть только оффлайн. То есть, не по сети с другими игроками. И других игроков здесь вы не увидите никогда пока что в этой игре. Ну, по крайней мере, до того момента, пока их не введут разработчики. А введут они сюда вот игру этих игроков других, я не знаю. Можно ли будет с кем-то тут играть, я не знаю. Блин, это уже от разработчиков, как говорите, от самих зависит. Так, ещё мы возьмём, с вами что? Чтобы не тратить ресурсы, да? На постройку. Ещё я возьму... Вот эти вот возьму... Костерок возьму. Верстак. С собой. Ага, именитарь уже переполнен. Блин. Вот это плохо, конечно, что именитарь переполнен. Ещё реклама эта достала. Так, наверное, я сейчас возьму... А, вот это можно удалить. Листья можно убрать, удалить лишнее. Парочку оставим. Ну, думаю, этого хватит. Вот видите, если именитарь переполнен, появляется вот такая вот коробочка. Перевязанная. Верёвочкой. В ней то, что не вошло в инвентарь. При загрузке. Вот. А ещё мне нужно забрать вот эту... Дубильню. Хату можно вот эту здесь оставить. Она нам фактически не нужна, эта хата здесь. Понимаете? Она никому не помешает, эта хата. Я её потом заберу. Другим заходом прибегу сюда, на этом... На галеймиме. Вы же помните, я динозавров приручал уже. Вот он, мой галеймим-то. Вот он. И я на него сажусь и побежал. А пока мы бежим... А куда мы бежим? А вон туда. К тем горам. Вот, знаете, когда я начинал в эту игру играть, да? У меня вот эти вершины, снежные, постоянно манили. И сюда хотелось посмотреть, что же там. Вот сейчас мы посмотрим, что же там, на той стороне этих вершин. За этими горами, да? Ни на что не отвлекаемся, просто бежим. И что, не собираем? Работать собирать я уже буду там. Уже на месте. Так. Вон туда мне надо. Проход здесь. Ни на что, пока больше не отвлекаемся. Просто бежим. Ориентируемся вот на эти горы. Вот они, эти горы. Зашины, снежные. Баз, баз, на самом деле. Вы можете сделать сколько угодно. Понимаете? Хоть две, хоть три. Так. Ага. Вот эти яйца нам тоже надо собирать. Помните, да? Вот. Ну, конечно, реклама. Куда же без неё-то? Безродимый, да? Так. Ну, подождём. Ладно. Рекламу. На чём я остановился? На чём меня так прервали-то? Грубо. В общем, вы можете бас поставить сколько угодно в этой игре. Потому что только вы здесь играете, на этой карте. На этом острове. Так что... Так, кажется, я немножко заблудился. Город и здесь, но... Как мне выйти теперь отсюда? Вопрос. Да уйди-то, надоело. Ага. Вон, куда нам надо было свернуть-то влево. Родновато я свернул. Вот. Ну, что ж. Вот мы у этих гор, наконец. Селиться можно тоже, где угодно. Но я вам скажу так. Чтобы тратить меньше ресурсов, да? Там, древесины, там, и так далее. Палок вот этих вот. Так, достаём копьё. Здесь нужно быть приоружен, потому что... Здесь уже есть хищники. Мы уже вот по эту сторону, как видите, гор. Пришли. Мы уже на территории хищников. Видите? Мы уже здесь. Вот. А бегу я, я вам сейчас покажу по карте, куда я бегу. Бегу я вот сюда. Вот в это место я бегу. Вот сюда вот. Вот тут я буду селиться. Тут есть место, но хорошее я заприметил. Недавно. Поэтому мне сейчас надо сюда как-то пробраться. Вон там место, вон там, вон то место с голыми ветвями. Тоже любопытно. Я вам потом покажу как-нибудь. Так, хватит виснуть. Вот это дерево, видите? Вот это. Типа древнее дерево. Да? Такое прям древнее-древнее. Огромное дерево. И его мы тоже исследуем потом. В него можно будет зайти, в это дерево. В этот пень. Но потом. Как-нибудь в других сериях. А сейчас мы бежим на мое место. Так. Бежим, бежим. Ни на кого не обращая внимания. Вон она, Дилка гуляет, ходит. Сейчас мы ее трогать не будем, потому что я сейчас на Галимиме. Сижу. Так. Так. Где горы? Потерялись что-то горы наши. А нет, вон они. Там впереди я вижу тоже яйца. Надо собрать их, эти яички. Быстренько слезаем их, собираем. Готово. Так. Побежали дальше мы. Верный Галимим. Так. Карту. Где я сейчас? Мне сейчас надо наоборот вправо повернуть. А потом уже влево. То есть вот сюда надо мне повернуть. Нет. Право, то есть вот сюда. О, Господи, еще яйца. О. Вот как я и говорил, вот эти кладки вы будете находить по всей карте. Запомните, они нужны будут нам. Вот с этим Диносом мы тоже будем сражаться с рогатыми. Так, я потерялся слегка, да? Так, Дилка, я тебя не трогаю, ты меня не трогай. Дерево. Дерево, нам надо вправо пойти сейчас. Нет, стоп. Что-то я путаю. Мне нужно зайти сюда, вот в это место. Во. Во-во-во-во-во. Вот оно, это место мое. Вот он, киндрозавр ходит. Вон там, Дилка ходит. Так, все, я спешиваюсь. Галимим я своего отзываю. Здесь он будет бесполезен, Галимим. А время-то уже 14 минут прошло у нас. Вот видите, я уже поставил здесь. Так, ты уйди отсюда, не мешайся. Я здесь поставил уже, как бы наметил себе на жилье фундамент. Но это будет ограда в дальнейшем. Понимаете, то и жить я буду здесь. Вот теперь смотрите. Сейчас я вам покажу. Где я нахожусь по карте. Вот я сейчас нахожусь здесь по карте. Видите? Вот я где нахожусь. Стрелочка красненькая показана. Вот она. Да уйди отсюда, прошут. Не мешайся. Вот она, видите, стрелочка красненькая. Вот я сейчас здесь нахожусь. А также моя база осталась вон там. Видите, где дискетка синенькая по карте. База моя там. Дом и кровать там в доме стоит. То есть воскреснуть я могу там. Что бы этого ни было, мы сейчас попробуем скрафтить снова кровать. А для этого надо нам поставить то. Куда-нибудь надо поставить нам сначала верстак. и дубильню. Вот так. Всё. Готово. Место есть. А теперь кровать попробуем скрафтить. Если получится. Ну-ка, верстак. Кровать. Да, у меня всё для кровати есть. Я могу её здесь себе прямо поставить, эту кровать. И теперь смотрите. Сейчас я её поставлю. Она у меня в багаже сейчас находится. Вот она, эта кровать. Вот она. Я её сейчас прямо на земле вот так размещаю. Всё. Я буду здесь теперь. И теперь нам надо подойти вот к этой кровати. Видите, справа, где меч появился... Плюс дискетка вот такая вот красненькая. Кнопская с дискеткой. Нам нужно на неё нажать. И игра нас спрашивает. Воскрешаться на этой кровати? Да. То есть, теперь, когда меня где-нибудь прихлопнут, ну, не меня, а нашего вот этого... Ну, вы поняли, да? Выжившего. Я им управляю, значит, он это я, получается, сейчас. В общем, нашего выжившего, если где-нибудь здесь прихлопнут, в этой местности, да, то он воскреснет вот здесь. То есть, появится он вот здесь, вот на этой кровати, вот на этом месте. Собственно говоря, на новом месте нашего проживания. А там, вы смотрите, Птернадон ходит. Вернее, ходил. Вот здесь вот он был. Он даже, он ходит, смотрите. Вот, смотрите, они агрессивные, эти Птернадоны. Вот теперь надо мне с ним биться. Видите? Я сейчас буду долго с ним биться. Он очень сильный. Видите, видели, я чуть не погиб сейчас. Ну, в смысле, выживший наш. Сейчас чуть не погиб. Надо постоянно, периодически его подпитывать. Сколько я одного Птернадона бью. А их таких надо сто штук убить. Для того, чтобы яйца их не получить. Понимаете, чё? Поэтому я хочу себе здесь ещё и Дилку приручить. Дилка-хищник, она тоже будет биться вместе со мной. Потому что она хищник. Всё, Птернадона я убил. Итак. Смотрим по карте теперь ещё разок. Помните, где была дискетка? Она была у меня вот здесь вот где-то, да? Вот в это вот место сцена у меня была, дискетка вот эта. Вот здесь вот. Вот. Где не здесь, а вот тут вот. Вот тут она была. В этом месте дискетка была. Вот. А теперь смотрите, где она есть. Вот она теперь где есть. Там, где я нахожусь сейчас я. Ну или не я, а наш выживший. Ну, должны уже были привыкнуть к тому, что им управляю я. Поэтому он, это я как бы в этой игре. Всё. Ну, на этом, думаю, я буду заканчивать. Буду теперь здесь обустраиваться. Выставлю здесь сундуки. Те, которые со мной в багаже сейчас находятся вот в инвентаре. Освобожу немножечко инвентарь. Нашему выжившему. И потом уже побегу разбирать ту хату, которая там. А, возможно, я её там и оставлю. Пусть она будет там. А построю новую здесь хату. Домик такой небольшой здесь тоже сделаю. Гражу всё фундаментом. Чтоб ко мне не могли пробраться хищники. Да, и, кстати, напоследок хочу сказать, что в этой игре хищники прыгать не могут. Так же, как и наш вот этот вот товарищ выживший, скажу я вам. Именно поэтому здесь, здесь в настройках, вот, инвентарь нажимаем, нажимаем шестерёночку вот эту. Видите? Настройки. Что тут в настройках? Язык, экономия энергии, тени, автотаргет, хардкор. Вот видите, хардкор я галочку убрал, а теперь поставил. У меня стоит хардкор сейчас. То есть, более сложная игра получается. И если вот застрял ты в текстурах, да, то есть, есть вот такая команда, где вот дистанция, чувствительность, звуки, музыка. Застрял в текстурах, сохраните выйти, да. Застрял в текстурах. Нажимаем эту команду, застрял в текстурах. И игра нас перебросит на точку появления. Там, около карьера. Помните, да? Где мы первый раз появились, в первой серии, я когда начал играть в эту игру. Где я появился? Около озера, да? Который находится в карьере, в песчаном. Вот. Там, туда его перебросит. Нашего выжившего, если он в текстурах где-нибудь застрянет. Поэтому желательно тут в текстурах не застревать, нигде. Плавать он может. Здесь вот есть острова рядом. Как раз вот здесь вот. На них можно добраться вплавь. До этих островов. Там тоже будут вот эти вот гнезда, кладки с яйцами. Рогатого того динозавра, которого я опять же таки показывал в первых сериях его. Сам он здесь не водится, этот динозавр. То есть его здесь нет на карте. Но вот чисто вот, собирая вот его яйца, его виды яйца, можно его, так сказать, заполучить. Это, так сказать, бонусный динозавр от игры, видимо. Ну всё. На этом я буду с вами прощаться. Вроде бы всё рассказал, что хотел в этой серии рассказать. Показал. Добежать от одного края карты до другого, вы сами видели, 10 минут. Если вот есть быстрый у вас такой диноз, как гремим. Быстро. Своими ногами, своим ходом тоже можно добраться до другого края карты. Но это уже будет, как бы, дольше. Ещё и плюс, если вы будете что-то везде там заходить в каждый угол там, что-то исследовать, да, где что-то есть и так далее, что-то собирать. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Всё. Продолжим в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok